Добрый вечер всем. Мы сегодня продолжим разговор о том, о чем начали разговаривать в прошлый раз, а именно о вопросе, связанном с Институтом Царства в Израиле и с отношением к этому институту, как оно вырабатывалось с течением поколений в различных традициях. Я напомню вам, перед тем, как я открою файл, что в книге «Судей» содержатся два взаимопротиворечащих утверждения касательно царства. Одно утверждение находится в самих рассказах о судях, а именно в рассказах о Гедоне и его сыне-узурпаторе Авимелехе. И это высказывание однозначно отрицательное по отношению к царству. Царство – это грех, земное, естественно, царство. Это то, чего быть не должно. Над Израилем может царствовать только Бог. Никакого другого династийного принципа существовать не должно. А всякий, кто пытается повести в жизнь династийный принцип царства, неминуемо становится тираном, грешником и кончит, конечно, плохо, как сын Гедона Авимела. В этой связи мы также приводили притчу, которую произносит младший сын Гедона Йотан. Притчу о том, как деревья отправились искать себе царя, и ничего хорошего из этого, в общем, не получилось. Потому что единственного реального претендента, которого они нашли, этот единственный претендент оказался колючкой. А уважающие себя деревья от этого отказались. Ну, понятное дело, выражаясь по-израильски, шхитут шельтони, коррупция власти. Вот то, к чему ведет царство, и уважающие себя люди и деревья этим заниматься не хотят. Это одна сторона медали. Другая сторона медали – это высказывание, которое обнаруживается в конце книги судей. И внутри, оно появляется несколько раз, внутри приложений, книги судей, тех самых рассказов о чудовищных преступлениях, творящихся в эпоху судей, видимо, по мысли автора ближе к ее концу. История с истуканом Михи, с танствованиями колена Дана и, естественно, с наложницей из Гивы Бениаминовой. И гражданской войной между коленом Бениамина и другими коленами Израиля. И все это объясняется автором очень просто. Бэймима хэм эйн мэлех ле Исраэль и шая шар бэйна в ясы. В те дни нет царя у Израиля, каждый делает, что хочет. Каждый делает, что хочет. Я напомнил в этой связи высказывание из книги второзакония, книги дворим, на котором это высказывание базируется. Там это в более нейтральном контексте, что пока Израиль не пришел в землю своего наследия, фактически нет какого-то единого закона, который, в частности, упорядочивает то, как, где приносится, например, жертва. Здесь этот принцип политизируется и выносится как основополагающий принцип, касающийся системы власти. Без царства творится хаос, абсолютный беспредел, и никто, кроме царя, сдержать этот хаос не может. Значит, это две как бы полярные точки. Еще, перед тем, как перейти к файлу, я напомню, что, и это мы тоже успели обсудить, что в книге дворим, у которой есть существенные связи с тем корпусом текстов, которым мы занимаемся, начиная с Йошуа и дальше, то, что называется в еврейской традиции ранние пророки, на Вимришуни, содержится закон о царе, и этот закон производит странное впечатление и вызывает споры у мудрецов Мишны и Талмуда, поскольку это один из редких, если не единственный в своем роде закон, по поводу которого не очень понятно, вообще является ли он инициированным законом сверху, то есть заповедью Бога. Это, собственно, тот вопрос, который мудрецы и задают, потому что он подается таким образом, что народ просит себе царя, и Бог как будто бы на это соглашается и говорит, ты поставь себе царя, но при соблюдении определенного рода условий. Какие-то условия, мы помним, есть условия отрицательные, есть условия положительные. Отрицательные условия – это что он не может быть инородцем, что он не должен умножать себе армию, то есть полагаться на военную мощь, он не должен умножать себе жен, он не должен умножать себе богатство. Достаточно ясные намеки на то, как в книге Млахим изображается царь Шлуму. А положительные условия – он должен написать список закона Торы перед коэнами и левитами и читать его денно и нощно с тем, чтобы наполняться страхом перед Богом и не возноситься перед братьями своими, будучи царем. Тогда ему обещано долголетие, вечность династии. В общем, царь с довольно усеченными полномочиями, я бы даже не сказал конституционный монарх, а такой в чем-то можно уподобить его Ишива Бухеру. Человек, который сидит и учится. Он сидит в Ишиве и учится. Это то, что должен делать царь. И ничем другим он, собственно, заниматься не должен. Значит, ощущение такое, что этот закон о царе, и мы к этому разговору еще вернемся дальше, представляет собой некоторое компромиссное решение между этими двумя полярными точками. Значит, само по себе желание поставить над собой царя не очень-то приветствуется Богом, но если уж такое желание возникает и ничем его не остановить, то тогда нужно поставить ряд ограничений в отношении царской власти. Так, по крайней мере, это понимает один из мудрецов, чьего мнение мы приводили, Рабин Арай. Это мнение почти забытое, скажем так, в еврейско-галлахической традиции, потому что Рамбом, в значительной степени являющийся основоположником свода Аллахи, хотя и до него такие попытки предпринимались, но его книга Мишне Тора является единственным в своем роде сочинением по степени всеохватности, и он, очевидно, принимает вторую точку зрения, которая гласит, что установление царства – это заповедь Бога, и ее необходимо исполнить. И он это цитирует, и поэтому это как бы вошло в Аллаху как нечто само собой разумеющееся. Теперь отсюда мы вернемся в файл. Если будет наше сегодняшнее занятие, называется «Жгучий вопрос». Сейчас, секунду, я открою этот файл. Он у меня почему-то закрылся. Полсекунды. Значит, наше сегодняшнее занятие называется «Жгучий вопрос, касающийся царства». Так вот, если у вас тоже по ходу обсуждения будут жгучие вопросы, то их можно задавать. А если нет, то мы оставим время для обсуждения чуть ближе к концу, потому что какую-то другую тему я сегодня, собственно, не рассчитываю. Теперь давайте посмотрим. Вы видите мой файл, который я открыл сейчас? Он виден? Да. Отлично. Все видят, я надеюсь. Значит, мы, как бы, кое-какие тексты из этого файла уже прочитывали, в частности, тексты из книги Дворим, из книги Шофтим, судья. Вот теперь я, как бы, перехожу в книгу Шмуэля. Я чуть-чуть успел ее коснуться, но давайте посмотрим более внимательно. Значит, есть рассказ в книге Шмуэля об установлении царства. Рассказ вкратце таков. Шмуэль, последний из судей Израиля, состарился. Сыновья его не ходили его путями, брали взятки и искажали суд. И тогда народ Израиля, старейшины Израиля, собираются, приходят к Шмуэлю и говорят ему, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как все народы. Надо сказать, что формулировка очень похожа на то, что мы видим в книге Дворим. Я не сказал, но сейчас, может быть, время это подчеркнуть. Нет более ругательного эпитета, даже не эпитета, а описания в книге Дворим, атрибуции, я бы так назвал, нет более ругательной атрибуции в книге Дворим, чем быть как все народы. Книга Дворим, пожалуй, из всех книг Торы, наиболее бескомпромиссна в этом вопросе, в вопросе отделения Израиля от других народов. Израиль по одну сторону, другие народы по другую сторону. Это постоянно подчеркивается. Это одна из причин, по которой тот же Рабин Орай видел в этом законе уступку со стороны Бога, потому что само по себе желание стать, как все народы, это желание предосудительное. Здесь оно тоже появляется, чтобы царь судил нас и был вождем нашим, как у всех народов. Это желание производит очень тягостное впечатление на пророка Шмуэля и повергает его в состояние почти депрессивное, но его успокаивает Бог. Впрочем, успокоение это весьма странное. Бог ему говорит, видимо, надо понимать, полагать, исходя из слов Бога, что с точки зрения автора Шмуэль, помимо прочего, очень уязвлен тем, что его линию руководства отвергают в лице его сыновей, хотят что-то другое, то, чего он никогда не пытался провести в жизни, царскую власть. И Бог ему говорит, они отвергли не тебя, они отвергли меня. И это то, что они делали постоянно с момента исхода из Египта, они поклонялись другим богам. Иными словами, царство, земное царство уподобляется язычеству. Это, надо сказать, довольно сильное утверждение. В свое время, Лявдель, Рамбом в своей книге, поскольку мы его уже упомянули, в своей книге Муранову Хим, ничтоже сумняшись, объявил, что тот, кто предает Богу антропоморфные черты, по сути дела, впадает в язычество. Это утверждение, которое вызвало бешеную критику со стороны противников Рамбома. Как можно сравнивать предание Богу антропоморфных черт, которые есть в самом библейском тексте, с язычеством. Я упоминаю это, потому что и это утверждение достаточно сильное. В конце концов, нигде здесь не говорится, что народ Израиля бросает служение Богу и заменяет его на других богов. Да, он хочет быть, как все народы, чтобы у него был царь, но это еще не значит, что он отказывается служить Богу. Однако в этом тексте Бог воспринимает само это желание именно как отказ служения ему. Здесь используется очень сильный глагол. Они отвергли меня. Они презрели меня. Теперь, в связи с этим текстом, конечно, всегда возникала напрашивающаяся параллель, связанная с тем, что, как мы знаем, в языческом мире царь действительно обожествлялся очень часто. Степень обожествления царя была различной. Скажем, в Древнем Египте, как мы знаем, фараоны напрямую назывались богами, сынами богинь или богов. И это воспринималось, в общем, не как метафора, а достаточно буквально. Скажем, в Месопотамии это было чуть менее явно. Царь... О царе говорится, что он создан по образу и подобию божьему, подобно тому, как в Торе говорится о человеке, и что царь принимает свою царскую власть в источник этой царской власти и законов этой царской власти от бога. Бог лично передает царю атрибуты царской власти. Так это, например, рассказывается по поводу знаменитого царя Хамурапи в XVIII век до новой эры в Вавилоне. Поэтому наш текст, как бы в зеркале вот таких вот, такого взгляда воспринимается как антиязыческий. Если царь... Если есть опасность обожествить царя, то тогда действительно царская власть становится своего рода конкурентоспособной по отношению к власти божественной. И тогда, может быть, становится понятным и нежелание авторов этих библейских текстов признать легитимность, законность царской власти. Царская власть, как некоторый вызов, брошенный богу Израиля, который имеет эксклюзивное право на царство над Израилем, подобно тому, как в рамках того эксклюзивного завета, который он с Израилем заключил. Действительно, дальше в этом тексте рассказывается о том, что Бог уступает этому требованию. Он уязвлен точно так же, как уязвлен Шмуэль. Он уступает требованию народа и говорит Шмуэлю, поставь над ними царя. Только ты им скажи, чем чревато это их желание поставить над собой царя. Что Шмуэль делает? Он рассказывает народу, передает так называемый обычай царя, Мишпат Амелек. Этот Мишпат Амелек как бы не упоминает в данном случае как раз вот этот элемент обожествления царя. Это нигде прямо не говорится, на это только намекается. А говорится напрямую о том, что царь будет тираном. Что он будет забирать, захватывать у своих подданных все, что им принадлежит. И они не смогут этому препятствовать, начиная от имущества, кончая детьми. Как бы это будет абсолютная государственная власть. И тогда, говорит Шмуэль, передавая этот обычай царя народу, вы тогда возопите из-за своего царя, которого вы выбрали. Но Господь вам уже тогда не ответит. Он вам уже не даст сделать ход назад. Решите сейчас. Но народ упорствует. В данном случае народ не безмолвствует, а упорствует. Они говорят, нет, мы хотим царя. И мы хотим быть, как все народы. Да, мы будем, как все народы. И Шмуэль делает это. Теперь еще один текст, который демонстрирует проблематичность царской власти. Это 10 глава книги Шмуэля, где Шмуэль собирает весь народ для того, чтобы поставить над ними царя. Есть уже кандидат, царь Шауль. Мы еще будем говорить отдельно, не сегодня, о том, как в Танахе царь Шауль был воцарен. Это такая довольно странная история. Он воцарен почему-то трижды. Но, во всяком случае, в истории, которую я сейчас привожу, один из вариантов воцарения, царь Шмуэль опять-таки, созывая народ, говорит им, Господь Бог сказал вам, я вывел вас из Египта, я спас вас от руки египтян и от всех царств, которые вас притесняют, а вы презрели сегодня вашего Бога, который спасает вас от всех бед и зол, и вы сказали, пусть ким мэлек тасим алейну, здесь используется даже тот глагол, который используется в книге Дворим, я хочу поставить над собой царя. И вот здесь тоже, поставь над нами царя. Теперь же встаньте по своим коленам и семейным домам, и вот так будет найден царь. На самом деле о том, как этот царь был найден, мы еще отдельно поговорим. Я сейчас на этом заострять внимание не буду, мы поговорим об этом, когда будем действительно сравнивать различные истории воцарения Шауля, но достаточно ясно, что этот рассказ крайне отрицательно относится к самому факту желания народа поставить над собой царя. И, наконец, еще один текст из книги Шмуэля, который уже является своего рода завещанием Шмуэля. И в этом тексте он как бы подытоживает начало царства, связывая это с войной против амонитян, против Нахаша царя Амона, о чем действительно рассказывается в одной из версий воцарения Шауля. И вот вы сказали, пусть царь царствует над нами, в то время как, когда мы переводим библейский текст, надо понимать, что обозначает соединительный союз и в данном случае он не просто соединительный, а противительный. в то время как Господь Бог ваш, Он ваш царь, вам не нужно другого. На протяжении эпохи судей Он был вашим царем. Теперь же вы выбрали себе царя, которого вы взяли. И дальше излагается некоторая концепция, согласно которой, избрание царя это вынужденное зло, но если при всем том вы будете вести себя хорошо и не оставите Бога, опасность такая есть, как мы уже видели в связи с становлением царя, но если вы все-таки будете служить Богу Израилю, слушать его голоса, тогда и вы, и ваш царь, преуспеете. В противном случае вас ожидает очень печальная участь. Но заканчивается вся эта тирада опять же подтверждением сколь велико то зло, которое совершил народ, прося себя царя. Большое зло вы совершили в глазах Господа, попросив себя царя с намеком, естественно, наиме этого царя, он уже есть, он уже существует, Шауль, царь Шауль, так вот это большое зло. Если мы подытожим сейчас кратко эти тексты, то мы можем сказать, что они все, эти тексты, отражают некую единую традицию. И те тексты, которые мы видели в книге Шофти, в рассказах о Гедоне и обе Мерлехе, и вот эти тексты об избрании царя в книге Шуэля отражают одну и ту же традицию, которая очевидно относится крайне отрицательно к институту царства и к желанию поставить над собой царя. И это выглядит довольно странно, вызывает, по крайней мере, вопрос в свете того факта, что Танах неоднократно подчеркивает избранность династии царя Давида, тот факт, что Бог с Давидом заключил союз, и как бы это избрание не постфактум. Оно не подается как избрание постфактума, конечно, исторически, как бы, с точки зрения Танаха происходит постфактум, но идейно нигде не говорится, что избрание дома Давида это некоторая уступка, нежелательное развитие события с точки зрения Бога. Наоборот, для того, чтобы понять эту загадку, мы обратимся сейчас к еще одному тексту, который прояснит нам ситуацию с вот этой, с этим сюжетом, который мы видели до сих пор, сюжетом, связанным с воцарением, с негативным отношением к воцарению, к институту царства. Для этого мы должны обратиться к... Вопрос предварительный. Да, Эмиль. Вот как назначались судьи? Каким образом? Кто их назначал? Что касается назначения судьи, сейчас я говорю не с исторической точки зрения, мы об этом тоже поговорим сейчас по поводу царя, как раз, но что с точки зрения того, как это описано в Танахе, судьи, вообще говоря, не назначались. Они не назначались, а на них снисходил дух Божий, он их обуревал, и они начинали действовать. И, если выражаться современным языком, эта харизма, которую они обладали, увлекала за собой народ. Значит, нам очень мало известно исторически об эпохе судей, но, естественно, историки, когда говорят об этом, они пытаются, значит, как бы немножко снизить эту лирическую лаву и говорить о том, что судьи во всей видимости, так как, что можно вычитать между строк в одноименной книге, были вождями каких-то кланов, потому что на самом-то деле мы видим, что эти судьи Израиля, при том, что есть как бы некоторые такие редакторские примечания, касающиеся того, что весь Израиль за ними шел, но внутри самих рассказов ощущение такое, что есть одно племя колена или несколько, которые идут вслед за таким судьей, скажем, в истории с Двурой, там говорится про колено Нафтали, про колено Завулуна, в общем-то и все, скажем, в истории Ифтаха это в основном та часть Израиля, которая находится на восточном берегу Иордана и так далее. Это то, как историки пытаются реконструировать, вот это как бы такие, что называется, халифы на час, вожди племен, которые одерживали военные победы. Не так, повторяю, с точки зрения Танаха, который изображает это как некоторую обуянность Божьим Духом, который толкает их на деятельность. Теперь, для того, чтобы понять вот эту отрицающую традицию, нам надо обратиться к тексту, который находится в пророческом корпусе. Текст этот принадлежит, находится в книге Оше. Не все знакомы с этой книгой, поэтому надо сказать буквально несколько слов. Мы знаем, что пророческий корпус, то, что называется классические пророки или набиим решений, состоит из трех больших книг и 12 малых. Они не расположены в Танахе в хронологическом порядке, порядок продиктован совершенно другими соображениями, но и содержание, и определенные исторические аллюзии, а иногда и просто описываемые события позволяют нам более или менее ясно очертить мелье почти каждого из таких пророков. Так вот, первыми пророками, появляющимися на небосклоне Израиля, после которых остались письменные тексты, это пророки Амос и Оше. Оба они действуют на территории Северного Царства восьмом веке до новой эры, Амос по происхождению своему иудеянин, он из Коа, а Оше, мы не знаем место, где он родился, но судя по всему, он просто северный пророк, и более того, книга Оше является с точки зрения языка одной из наиболее сложных библейских книг, язык очень труден для понимания, более трудным языком является лишь язык книги Иова. Вот, и есть различного рода предположения, сейчас не буду вдаваться в них, поскольку это уведет нас совсем в другую сторону, но есть достаточно обоснованные предположения по поводу того, что язык книги Оше отражает северный диалект, как бы, несмотря на малые размеры Израиля, в те времена эти два государства, Иудея и Израиль, говорили не совсем на одном языке, он, конечно, был близок, но это все-таки, у них были различные, были достаточно ясные различия, касавшиеся как словарного состава, так и грамматики и синтаксиса, вдаваться в это сейчас не буду, но во всяком случае пророк Оше, пророк Северного Царства, заката Северного Царства, пророчествовавший, видимо, за несколько десятилетий до завоевания этого царства Осирией, то есть приблизительно мы говорим о завоевании в районе 720 года до Новой Эры, вот Оше за несколько десятилетий до этого. И вот в его книге мы находим довольно резкие высказывания против царства. Я привел два таких высказывания, есть еще несколько, но вот мы видим, в восьмой главе книги Оше говорится, они они воцарили, но не буквально не от меня, то есть не по моей инициативе, хотя некоторые, я не принадлежу к числу тех исследователей, которые считают, что здесь просто как бы высказано недовольство неправильной царской власти. С моей точки зрения, Оше является принципиальным противником царской власти, и с второго кусочка это будет видно довольно ясно. Так вот, первый кусочек говорит, что воцаряли, не спросясь у меня, так сказать, и сиру в лео дати, и более того, смотрите, это стоит рядом с обвинением в язычестве, в идолопоклонстве. Каспаму загавама сула и мацабим, они серебра и золота сделали себе истуканов. Второй кусочек из книги Оше в 13 главе, в одной из последних глав книги Оше начинается таким программным заявлением, которое, конечно же, напоминает нам диколог, 10 заповедей. Ванухия адунай елухехами эрец митцраим в елухим зулати лотедам у мошия айн бельти. Я, Господь Бог твой из земли египетской, она имеется ввиду избранья, в дикологии сказано Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из земли египетской. Других богов, кроме меня, ты не должен знать и нет кроме меня никакого спасителя. Это очень важно подчеркнуть, потому что царь, как правило, называется в Танахе спасителем. Так вот, ушая говорит, нет спасителя, кроме меня. Анида тихо бамид барда эртстал увод, я тебя как бы познал в пустыне. Не буду сейчас каждый кусочек этого текста переводить, тут как бы обвинения предъявляются очень похожие на те, которые мы находим в книге Дворим, что от оказанных благодеяний сердце народа вознеслось, то самое обвинение, или точнее предостережение, которое появляется в книге Дворим в законе о царе, в законе о царе, чтобы сердце царя не вознеслось. Так вот, сердце Израиля вознеслось, поэтому они меня забыли, говорит Бог. И дальше с перескоком через несколько стихов, в девятом стихе Израиль испорчен, шехетха Исраэль, исказил, испортил свои пути. Глагол лешахет используется в Торе, правда, не в книге Дворим, в данном случае, а в книге Шимот, впрочем, Кикел Дворим повторяет эту историю с Золотым Тельцом, значит, как бы обвинение в том, что Израиль сделал себе другого Бога, подменил Бога, в то время, как помощь только у меня, говорит здесь пророк Киви в Изрех, и дальше он задает саркастический вопрос. Игим Аль-Кеха и фовы Йошия Хабы Холя Рэхаб Шуфте Хаширам Артат Нали Мелех Весарим Где же царь твой? Пусть спасет он тебя во всех городах твоих и вожди твои, по поводу которых ты сказал Нали Мелех Весарим Дай мне царя и вельмож Тут он использует синонимичные слова, причем слово Шофтим которое здесь используется обозначает здесь отнюдь не судей эпохи судей, а оно здесь синонимично слову царь, то есть вождь можно перевести это двояко я дам тебе царя в ярости своей в гневе своем и заберу его у тебя в ярости своей можно понять это и как поэтический стиль касающийся прошлого я дал тебе царя в гневе своем и забрал его у тебя в ярости своей с намеком конечно на разрушение всех институтов власти и вообще разрушение государства Самареи на это намекает здесь пророк теперь мы видим что пророк Ушея очевидно является убежденным противником царской власти он действует в восьмом веке до новой эры теперь надо отметить что книги которые мы называем книгами ранних пророков когда они создавались у нас нету точных данных но мы знаем о том что письменность в древнем Израиле по сути дела начинается как раз где-то в середине восьмого века до новой эры в иудее попозже в иудее уже в седьмом веке то есть тексты эти записываются тексты скажем Кингишмуэля и Шохтим которые мы цитировали примерно как раз во времена пророка Ушея в эпоху заката израильского северного израильского царства и заметим что тексты которые мы читали из книги Шохтим и из книги Шмуэля они все рассказывают нам о северных героях мы это уже упоминали Гидон это северный герой это не герой иудеи Шмуэль северный герой из колена Ефраима судя по всему и все это как бы увязывается в некоторую единую цепочку из которой мы можем заключить я конечно перепрыгиваю через некоторые этапы но мы можем заключить из этой цепочки что именно на севере возникла идеологическая оппозиция царской власти именно на севере в северном царстве в Израиль чем это было вызвано это вопрос непростой опять-таки есть историки которые исходят из того что в Израиле царская власть в северном царстве не была устойчивой она все время династии все время менялись происходили постоянные перевороты и самый долгий период до существования одной династии едва превосходили сто лет наиболее длинные династии это династия Умри-Ахава и династия Игу а так как правило династии так как это описывается в Танахе едва ли могли перевалить через два поколения это конечно не способствовало преданию царской власти какого-то статуса священного института это с одной стороны с другой стороны с другой стороны можно указать на то что в Израиле вполне по естественным причинам были очень большие связи с Финихией с Финихией с Финихийским царством связи эти упрочились главным образом во времена династии Умри-Ахава когда Ахав царь Израиля 9 веке до новой эры берет себе в жены Финихийскую царевну по имени Изевель и таким образом в Израиль внедряется культ финихийского финихийских божеств вполне возможно что на фоне этого развивается антагонизм в определенных кругах по отношению к царской власти и хотя последующая династия судя по всему пыталась как бы избавиться от этого тяжелого языческого наследия династия Ягу тем не менее царская власть воспринималась как некоторый катализатор внедрения языческих культов и это возможно действительно сильно усилило усилило вот эту антипатию антагонизм по отношению к царской власти в кругах которые можно условно назвать пророческими и которые возможно в той или иной степени стоят за теми текстами которые мы читали это все одна сторона медали мы посмотрим на вторую сторону медали на то что мы я условно это назвал против царства и за царство что же мы видим за царство а мы видим следующее ну про книгу Шуфтим мы уже говорили мы видим что в начале книги Шмуэля во второй главе мать Шмуэля Хана поет некую песню и эта песня по сути дела есть псалом у которого есть параллели в книге псалмов и в этом псалме она говорит о том что Бог вознесет силу своего царя рог помазанника своего очевидно что с точки зрения автора редактора книги это некое пророчество хотя Хана не называется пророчицей но потом мудрецы называют ее пророчицей в данном случае эти ее слова возвращаются вновь в другой песни которую в конце книги Шмуэля поет царь Давид вот она Шмуэль бет кавбет мигдоль ищут молко возвеличивает спасение царя своего и творит милость своему помазаннику лидавиду лизар оадулам Давиду и его семени навеки то есть загадка разгадывается в песне ханы имя не называется говорится анонимно царь его царь его помазание а в песне Давида загадка получает свое разрешение этот его царь его помазание бога есть Давид теперь в той же книге Шмуэля во второй ее части в седьмой главе есть династическое пророчество которое получает Давид от пророка Натана и там говорится следующее я тебя взял а это обращается бог Давиду я тебя взял из спастбища с тем чтобы ты властвовал руководил народом моим Израилем здесь как бы известная в Танахе метафора пастух он же и вождь сам бог тоже иногда называется пастырем пастухом и я буду с тобой говорит бог всюду где бы ты ни пошел я уничтожил всех твоих врагов я был с тобой всю где ты ходил и я уничтожил всех твоих врагов и я сделаю или я сделал тут как бы с точки зрения грамматической есть определенная проблема сейчас не будем ее вдаваться скорее всего я сделаю тебе великое имя как имя великих на земле и дом твой то есть твоя династия будет прочной и царство твое навеки передо мной твой трон будет прочным навсегда а тут есть проблема я сейчас не вдаюсь проблему видимо текст был немножко искажен нужно читать а тот кто читает на иврите алифанай то есть здесь выражается избрание богом дома Давида Давида и его дома подобно тому как бог избирает Израиль в той следующий текст здесь мы уже переходим к книге Ишаял и хотя текст может быть прочитан как текст эскатологический но так или иначе посмотрите как описывается царь пусть это даже царь будущего не царь настоящего это спорный вопрос у нас родился сын ребенок нам дан сын на его плече будет власть его имя будет заметьте как зовут этого царя очевидно символическое имя его будут звать чудесный советник бог сильный человек получает такое имя заметьте Эль Гебор отец вечный властитель мира теперь есть комментаторы которые считают что подразумевался здесь царь Хиския у которого с пророком были очень тесные судя по всему отношения и что Эль Гебор это парафразы имени царя Хиския буквальный перевод которого обозначает господь силен и все-таки как бы торжественность того что описывается она поразительна значит вот так на такую высоту возносится царь у него будет огромная власть и мир бескрайний на троне Давида и на его царстве установить это царство и поддержать его законом и справедливостью навеки и это сделает ревность господа бога когда мы говорим о ревности господа бога надо иметь всегда ввиду что это чувство связанное с любовью значит одна из главных характеристик бога Израиля в Танахе вообще и в Торе в частности это то что он бог ревнитель он так и называется эль-кана бог ревнитель который требует абсолютного эксклюзивного служения только себе что является исключительным в древнем мире более того есть те кто считают что само значение четырехбуквенного имени обозначает буквально ревнивец ревнитель исходя из арабских параллелей еще один текст книги Шаяу опять же он действительно явно уже эсхатологический но он изображает царя потомка рода Давида на которого снизойдет дух господень дух мудрости понимания совета и силы знания и страха перед богом он будет наполнен страхом перед богом так это описано в книге дворим но надо сказать что он отнюдь не скован своих действиях как заповедный царь книги дворим который может только сидеть и учить закон этот царь судит судит особым образом не по слуху и не по виду он видит в сердце но во всяком случае он обладает властью наказывать наказывать серьезно преступников умерщвлять их духом он как бы будет символизировать праведность и верность его в его времена наступит как бы некоторая мировая гармония о которой мы сейчас говорить не будем потому что нас интересует именно образ царя еще несколько текстов чтобы завершить с этим как бы с этим обзором они на этот раз из книги Телим из книги псалмов вот один из них псалом второй из которого явствует что царь из колена Израиля который называется здесь тоже помазанником мишиах мишиах порожден самим богом вот так это говорится в шестом стихе ты мой сын и я тебя сегодня породил хотя это можно понимать метафорически не обязательно в физическом смысле но во всяком случае в той же книге Шмуэля в том же династическом пророчестве бог говорит что он усыновит сына Давида так или иначе близость между богом и царем такова что это близость равная близости отца и сына ни о какой уступке ни о каком отвержении здесь речи быть не может это любовь другой псалом сорок пятый комментаторы и исследователи спорят касательно того где именно он был создан но во всяком случае мы видим что царская власть царь здесь тоже возносится на пьедестал и говорится о том что царь самый красивый из всех людей Яфьефита Нибнеадам милость изливается на твои губы поэтому бог благословил тебя навеки и говорится что трон на котором сидит царь это трон божий вечный трон бога и последний текст текст из из 78 псалма из так называемого исторического псалма который приведет нас в результате к обсуждению на следующем битке видимо оставим на следующее занятие но во всяком случае здесь мы уже видим некоторое развитие бог призрел шатер Йосефа а Йосеф это как бы некоторое генерное понятие обозначающее северное колено бог призрел шатер Йосефа и колено Эфраима не избрал мы будем об этом отдельно говорить в следующий раз что за этим стоит он избрал колено Иуды гору Сионскую которую он любит перескоком через стих и забрал Давида раба своего взял его от скота от загонов скота все тот же мотив который мы уже видели в книге их поведет их из всего этого набора текстов мы видим ровно противоположную концепцию царства а именно концепцию в рамках которой царская власть не только не отрицается не только не отвергается но наоборот царская власть от бога царь есть божий помазание и избранник это царь из дома Давида и царство его вечно оно ничем по сути дела не обусловлено и отношение между богом и Давидом это отношение между отцом и сыном то есть отношение любви теперь не надо быть особо проницательным чтобы понять откуда идет эта идея эта идея разумеется идет из иудейского царства из иудейского царства где создается своего рода мифологема династии царя Давида избранный богом то против чего воюют на севере происходит на юге потому что в тот момент когда говорится я ты мой сын я тебя сегодня породил делается в общем некоторый шаг навстречу или шаг возврата в языческую как бы в языческую атмосферу где царь как мы говорили действительно является божьим сыном и это то что мы видим в иудеи не исключено как некоторые считают под влиянием действительно египта который был достаточно близок на юге от иудеи и мифологема это видимо возникает постепенно конечно мы будем говорить об истории возникновения и в дальнейшем но она достигает своего апогея судя по всему ближе к концу 7 века до новой эры во времена правления царя Юшияу который с временем которого связывает начало собирательной собирательской писательной деятельности по записыванию истории по собиранию традиций соединению северных и южных традиций хотя мы видим что уже во времена его прадеда Юшияу вполне очевидно подобная концепция возникает у пророка Юшияу который изображает царя действительно как фигуру если не божественную то полубожественную теперь поскольку время наше близится к концу я как бы оставлю дальнейшую часть обсуждения в следующий раз я только как бы некоторая промо мы видим здесь две противоположных концепции одна на севере другая на юге в следующий раз мы посмотрим по крайней мере на первой части нашего занятия как же в результате был достигнут компромисс как бы как нашло как как произошло соединение этих двух противоположностей у нас есть тезис есть антитезис внутри триады гегеля теперь мы должны понять где же синтез этот синтез мы увидим в следующий раз а сейчас время для вопросов господи дамы пожалуйста можно включить микрофоны и задать вопросы сраным образом народ молчит народ безмолвствует народ обалдел народ обалдел и безмолвствует по-видимому есть ли вопросы замечания что-то что хотелось бы прояснить в этой дехотератомической схеме да может небольшое замечание пожалуйста последователь насколько я помню в отличие от Шмуэля который книга Малахин книги Шмуэля называет Шауля царем а Давида он называет Нагид а не царь Лемелев или Нагид ну во-первых во-первых не всегда значит преимущественно в общем слово царь Мелех по отношению к Давиду тоже используется теперь семантическая разница между Нагидом Мелех это разница спорная потому что значит если вникать в семантику этих корней то что собственно они обозначают буквально значит Мелех по некоторым гипотезам связан с глаголом немилах который обозначает советоваться значит как бы буквально царь это тот кто держит совет тот который как бы планирует то как вести народ теперь Нагид слово которое как бы получило две разных этимологии на самом деле больше но две главным образом таких основных этимологий она связывает это с арамейским Нагад который обозначает тянуть то есть вести за собой а вторая связывает это с ивритским Лхагид то есть говорить царь тот кто умеет говорить потому что в древнем мире способность вести за собой словом она была способностью доминанта поэтому в сущности говоря им Мелех и Нагид понятия не столь уж далеко разнесенные и те и то и другое понятие обозначает вождя который ведет за собой народ разумом или словом вот так что я уверен что это так уж как бы здесь сознательно разнесено еще вопросы вопросы замечания касательно да пожалуйста конечно хава я немножко запуталась где документы северного царства вы говорите что начинается с северного а потом все таки в конце южная нет я не говорил что начинается с северного а потом южная вполне возможно что вы не говорили я запутался я разделил тексты по принципу против царства и за царство и сказал что тексты северного происхождения выступают последовательным образом против царства тексты южного происхождения Выступают, следовательно, за царство. Теперь мы будем еще в последствии говорить о структуре книги Шмуэля, и уже в следующий раз, собственно говоря, ну, как бы я сейчас скажу два слова. Значит, есть достаточно много различных гипотез о том, как, когда, каким образом создавались книги ранних пророков, значит, как бы в свое время, 40-е годы XX века, Мартин Нотт, один из крупнейших библиистов XX века в Германии, высказал такую теорию в своей книге «Дефтериономистическая история», что речь идет об одном авторе, который соединил много разных традиций, придал своей книге своему труду некоторый единый вид, и в конечном счете, с точки зрения Мартина Нотт, он был антимонархически направлен. В отличие от этого, скажем, один из моих учителей, Александр Руфе, библиист израильский последних поколений, он считает, что внутри книги Шмуэля и Шуфтим, есть вставленный корпус, который он называет «эфраемитской историей», то есть историей, которая представляет собой традиции Северного Царства. Теперь, так или иначе, о чем я говорил, что вот такие рассказы, как рассказ о Гидоне и о Вимелахе, книге Судии, это рассказ северного происхождения, рассказ о просьбе поставить над собой царя Шмуэля, это рассказ северного происхождения, и герой его Шмуэль северного происхождения. Пророк Ошеа – это пророк Северного Царства. Все они, эти тексты, высказываются категорически против царства, земного царства. В то время как на юге мы видим некоторые, во-первых, поэтические тексты, псалмические поэтические тексты, созданные в Иудее, которые возносят на щит династию Давида. Мы видим внутри книги Шмуэля некоторые тексты, в частности, династическое пророчество Натана Давиду о его избрании. Опять-таки, текст южного происхождения, тексты пророка Ишаял южного происхождения, это пророк иудейский. Вот таким образом получается, что южная традиция иудейская, она возносит на щит институт царства вообще и царства Давида в частности. И задачей нашей будет в следующий раз отследить, как же все-таки в конечном счете в рамках самой книги, как бы всего этого корпуса, была достигнута какая-то равнодействующая линия, какое-то равновесие. Как эти две противоположности были соединены и как это связано с законом в книге дворей. Еще вопрос. У меня вопрос. Да, пожалуйста. Меня слышно? Да. Значит, насколько я понимаю, писалось в восьмом веке до нашей эра события, которые произошли гораздо раньше. Верно. И получается, что здесь пророки, если согласно тому, каким должен быть пророк, то есть смотрится или выполняется то, что он пророчествует или нет, здесь как бы совершенно другая ситуация. Здесь пророки выступают как бы в виде паршуньё таких вот, которые дают это объяснение, как бы того, что это они как бы объясняют то, что уже было в таком виде, как будто они это все как бы правильно объясняют, совершенно, так сказать, не сомневаясь в том, что это именно вот так вот. Им Всевышний открыл причину и те события, которые вот уже произошли. Получается, что это как бы странные такие пророки, которые на самом деле являются толкователями, а не пророками на самом деле. Ну, смотрите, дело в том, что вообще понятие пророк Израиля – это понятие неоднозначное. Кстати, на юге и на севере, опять же, пророки воспринимались разно, не одинаковым образом. Предсказание будущего – это лишь одна из составляющих пророческого образа в Танахе, в основном, кстати, в Иудейском царстве. Вот, а другая составляющая пророческого образа – это действительно то, как течет история. И это течение истории, касающиеся не только событий будущего, но и событий прошлого, и их объяснение – есть прерогатива пророков, которые объясняют это, будучи посланниками Бога, интерпретируют историю и таким путем стремятся привести своих слушателей на правильный путь, путем обличения. И надо сказать, что в более позднюю эпоху, мы об этом тоже будем говорить, скажем, в книге Деврея Мим, персидскую эпоху, там уже как бы однозначно заявляется, что пророки – это те, кто пишут историю. Ну, это получается как бы экстраполяция такая, то есть они объясняют прошлое с назиданием на будущее, или назидание на настоящее. Да? Это одна из составляющих пророческого образа в Танахе, да? Верно? Да. Ну, то есть мне кажется, что это очень важный момент для того, чтобы объяснить все, о чем мы говорим, чтобы не принимать это все как бы за реальные события, а вот именно как определенные толкования с определенным намерением. То есть здесь есть определенная прагматика во всех этих керцах. Спасибо, Эмиль. Я, может быть, очень-очень просто, буквально вот одно слово. Да. У меня такое ощущение, и поправь меня, если я не прав, что вот отголоски, да, вот этой борьбы, этого понимания, да, между царской властью, между желанием народа, между тем, кто действительно является начальником, грубо говоря, либо Господь Бог, который ты должен его любить, либо царь, которого выбирает народ. Мы отголоски вот этого видим и сегодня. Вот этот вот раздел, который между хрединами, парцами, которые вынуждены съездить, чтобы получать какие-то декцилимы и все прочее. Но, в принципе, вот этот вот, мне кажется, это вот целый амахлокет, она действительно находится где-то здесь. В каком-то смысле, да. Я не хотел бы упрощенно, как бы, проводить такие очень уж упрощенные параллели. Я не должен сказать, что в поддержку того, что ты говоришь, что, как известно, движение религиозного сионизма в значительной степени питалось идеями восстановления царства Давида. Там было очень много мессианских, как бы, веяний, и Равкук, как бы говоря о святости земли, о святости народа, о начале избавления, в сущности, как бы, подводил к этой идее. Теперь, кто является в израильском религиозном истеблишменте главным оппонентом этих идей? Этим оппонентом является Ишая Улейбович, безызвестный, как бы, философ и полемист, чьи политические, скажем так, воззрения очень часто вызывают, ну, у тех, кто знаком с... Отталкивания, да. Весьма неприятные чувства, потому что он поздравил себе крайне резкие высказывания, очень несимпатичные, но смысл того, что он говорил, сводился к следующему. Любые попытки сделать священным тот или иной человеческий институт, институт, есть не что иное, как бунт против Бога. Будь то царская власть, будь то государство, армия, все что угодно, да, это бунт против Бога. Единственное, что свято, это персона Бога и абсолютное беспрекословное подчинение только ему и никому другому. В каком-то смысле эти слова Ишая Улейбовича, опять же, Авдель, как говорится на еврейте, очень не хочу его сравнивать с любимым мною пророком Ушеа, но в данном случае, как бы, концептуально в чем-то это сходится. Окей, да, окей, да, да, это близко к тому, что я думаю. Ну хорошо, давайте, может быть. Запрос в том, каким образом мы знаем о Всевышнем, да, каким образом мы составляем себе представление о Боге. То есть это просто чистый какой-то такой деизм научная какая-то или философская идея, или мы говорим о Танахе, понимаете, это разные совершенно вещи получаются. То есть он, Улейбовича, поскольку он был ученый, все, он как бы это все сводил, что вот есть нечто такое, все, но он совершенно не рефлексировал на то, что эта идея, то есть пусть это может быть какой-то там архитип или какая-то вот, но мы исходим из конкретных текстов, понимаете, и здесь уже как бы его идея совершенно проваливается. Потому что что мы можем сказать о самой Таре тогда, в каком случае, в каком подходе, понимаете, это проблематично все. Смотрите, смотрите, я согласен с вами, Эмиль, верно, Бог, которому апеллирует Ишая Улейбович, это не Бог Танаха. Равно как и Бог, которому апеллирует Рамбам, который как раз выступал в конечном счете за восстановление царской власти дома Давида, тоже не Бог Танаха. В данном случае я говорю только об одном, только об одной параллели, потому что иначе это как бы уведет нас слишком далеко. Как относиться к институту человеческой власти, воспринимать ли его как божественный институт или нет? И на этот счет существует два противоположных полярных мнения, конечно, есть много чего посередине. Тут написал Константин вопрос, то есть наступление эры Машиаха может произойти без воцарения, но опять же, с точки зрения вот этой полярно-антагонистической по отношению к царству концепции, да, что такое наступление эры Машиаха? Мы должны понимать, что Машиах – это как бы тоже такое понятие, несколько зыбкое, которое менялось с течением времени. Скажем, тот же Рамбам считал, что Машиах – это земной царь, который спасет Израиля от врагов и после этого отстроит храм, и после этого станет ясно, что он Машиах. Ну вот, приходит, это Рамбам пишет в XII веке, приходит Цхака Браванель в XV веке, который натерпелся от царской власти и поэтому восхвалял Венецианскую республику, где он жил последнюю часть своей жизни. И когда он говорит о мессианстве, он говорит, это вообще не земной царь. Машиах? Кто вам сказал, что это земной царь? Машиах – это ангел, это божественный посланник, который спасет Израиль так, как ангел был послан во времена исхода из Египта и спасал Израиль от египтян. Это совершенно не имеет никакого отношения к земному царю. То есть, как бы, мессианское понятие мессианской эры – это понятие очень неоднозначное, зависит от того, кого спрашивают. Вы согласны, что идея святости, она в самой таре? То есть, это не кто-то придумал, не человек придумал святость. Нет, я с этим согласен. Поэтому, отвергая святость, он отвергает и тару, и вообще институт религиозный. Она может по-разному пониматься и с разными вещами соотноситься. Еще вопросы, замечания или мы завершаем? Да, я думаю, что правильно. Да, тут уже есть люди следующее. Давайте на сегодня закруглимся, потому что как бы… Следующему рад. Да-да, мы открыли такие кивуним управления для дальнейших очень больших рассуждений. Окей, замечательно. Будем ждать следующей встречи. Да, некая детективная история. Ну, хорошо. Всем счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok